Всем привет друзья, с вами Эрнеста и это рубрика жизнь бомжа в России, пятая серия по счету. Но перед тем как начать просмотр, братики, давайте здесь попробуем набрать 1000 лайков, я буду вам безумно благодарен, это мне дает дополнительную мотивацию. Также, если вы не подписаны на мой канал, обязательно подпишитесь и установите колокольчик, чтобы вам приходили уведомления. Желаю всем приятного просмотра. Хочу вам порекомендовать сам проект International DM. Тут вы найдете для себя много всего интересного, создание банд, капты, бизнесы и многое другое. DM сервер с большим наклоном в RPG режим. Все ссылочки будут в описании. Так друзья, я сейчас еле-еле зашел на сервер, потому что онлайн фуловый, тысяча из тысячи, все 9 серверов забиты из-за карантина. Х2 день кстати сегодня. Напоминаю, что я играю на 06 сервере, при регистрации можете указать мой ник Ernesto Mancini и также сразу ввести в МН 12 пункт промокод Ernesto. Он вам даст 50 тысяч, как только вы отыграете 5 часов. Итого, сейчас у меня на руках есть 340 тысяч, я на стримах немножечко играл в казино, немножечко поднял. Также получил 150 тысяч за какой-то промокод карантин, вроде бы там нужно было отыграть 10 часов. И в принципе вот такую вот сумму я на данный момент имею. Помимо своей тачки, ВАЗ-2110. Смотрите, я сейчас пишу лиц, свой ID 380. И у меня только базовый уровень на транспорт. А мне нужен профессиональный уровень, для этого я хочу ввести лиц-лист и посмотреть, кто есть из лицензиоров. Так, есть два лицензиора, какой-то Хавер и Ростислав. Хавер вроде бы меня просто игнорил на стриме. Я хотел на стриме еще купить эту лицензию, но он меня тупо игнорил, сбрасывал трубки. Давайте попробуем сейчас написать Ростиславу. Привет, мне нужна профлицензия. Все, я ему отправил смс-ку, зачем ты меня бьешь, блядь. Так, надо прогрузить мою машину. Где моя малышка тут припаркована? Сейчас я быстренько узнаю. Так, загрузить транспорт. Все, транспорт успешно загружен. Вот мой чирик, вот моя десяточка. Сладенькая, давайте в нее сядем, конечно же. Все, сели, завели, пристегнулись и поехали. Государственные организации. И ведем правительство. Местоположение организации отмечено у вас на GPS. Едем, в принципе, туда. Я проехал случайно на красный. И ДПС выписали вам штраф на сумму 5000. Офигеть. Придется оплачивать. Капец, минус 5000 уже с моей казны. По сути, я уже подъезжаю к правительству. Смотрите, тут какое здание жесткое прям. А как сюда проехать? Стоп. Ладно, давайте я брошу тачку здесь, наверное, я не знаю. Как вообще туда попасть? Я не понимаю. Тут стоят какие-то танки. Кто-то ездит на великах. Слушайте, я просто вообще первый раз здесь нахожусь. Ну да, походу здесь и есть вход. Может быть где-то был с другой стороны, но я его почему-то не видел. Тут еще какой-то идет набор, видимо. Да, я видел в строчке тоже сюда требовались сотрудники. Так, и мне где-то нужно найти этого Артема. Артем, Артем. А вот тут Хаверстейд. Вот, сука, смотрите, который сбросил трубки и загасился от меня. А, походу вот он, Артем Михаленко. Здравствуйте. Да, я нуждаюсь в ваших услугах. Проф и на оружие. Ага, за 15 тысяч я купил лиц проф права и также на оружие. Все, я потратил на это 45 тысяч, но теперь я зато со всеми лицензиями сливать. Давайте введем еще раз мой ID и проверим в это. Да, на транспорт профессиональный уровень, на оружие есть. Все четко. Теперь отсюда мы выбегаем, бежим обратно к своей машине. Мне сейчас нужно будет доехать до железнодорожного депо. Я хочу проверить работу машиниста, водителя поезда. Говорят, что там очень хорошо платят, тем более сегодня x2 день, как я уже и говорил. И зарплаты, естественно, будут вдвое больше. О, приехали. Закончился бензин. Короче, никто мой вызов не принимает, а ЗС отсюда далеко. И мне приходится бросать свою машину на дороге и просто бежать, походу, пешком вот этот вот долгий путь. О, неужели меня кто-то захотел подвезти? Вот еще ключ из замка зажигания. Открывает транспорт. Нифига он предусмотрительный. Блин, реально, если ты смотришь это видео, Егор Осипенко, Осипенко, позе бы тебе большое за то, что ты меня подобрал. Я очень долго бежал. А все, мы по сути приехали. Спасибо, брат. Дай я выпрыгну. Так, ну-ка давай, поезд, ну-ка съебись отсюда. Нам нужно где-то устроиться. Походу вот здесь вот, да, где-то это делается. Вы хотите устроиться на работу машиниста поезда? Да, я хочу устроиться. На данный момент нет свободных мест. Вы записаны в очередь. Трейнворк. Офигеть, тут еще и очередь. Так, ну-ка давайте введем. Трейнворк. Очередь 1. Эрнеста Манчини. Всего игроков в очереди 1. Нифига себе, я один в очереди. И че? Сколько ждать вообще? И где бы мне пополнить хп? Можно было бы, потому что у меня 50 осталось. И я боюсь умереть. Ну окей, в принципе, давайте подождем. И наконец-таки я протестирую эту работу. И посмотрю, сколько там платят. Садитесь в поезд 55 секунд. Мне нужно сесть в поезд за 50 секунд, пацаны. Все, очередь моя походу подошла. Вот этот поезд, я так понял, мне нужно сесть в него. Ну, недолго я ждал. Все, я сел в поезд. Хорошо, сажусь. Я понял. Все, не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Все, поехали. Повышаем скорость. Поезд РЖД, прям как российский. Ну это же правильно, это же Россия. Все верно. Так, едем. Следующая станция Южная. Понести скорость. Так, тут очень все строго, пацаны. И можно... Вы проигнорировали лимит скорости. Зашибись. О, как замечательно. Второй раз я сюда подбежал. При том, что я по пути залечился. Нашел аптечку, купил. Также оплатил штраф, который мне пришел. И меня сбил какой-то пидорас, извиняюсь за выражение. И у меня опять хп стало очень мало. Мне пришлось еще раз потратить на аптечки деньги. Короче, у меня осталось 283 тысячи. И сейчас уже очередь. Пять человек, пока вот я бежал обратно. Я четвертый. Просто капец. И тут очень строго, вот со скоростью и так далее. Вы сами это видели. Я просто как-то не успел затормозить, что ли. И меня просто сняли с рейса. Так что, если вы будете здесь работать, то следите за этим внимательно. Так, наконец-таки моя очередь подошла. Я сел в поезд. А, я не сел в поезд. Ёб твою мать. Как вот эта вот херня встала. Я не знаю, как подбежать туда. Пацаны, вообще тут не горюет. Смотрю, в моем поезде застряли. 30 секунд остается. Повысить скорость до 100 км в час. Ну, я понял. Зарплата также пишется вон внизу. Но пока что я заработал ноль. Повысить скорость. Блядь, да вы заебали. Не, ну вроде пока что я справляюсь. Мне пишется в иконке, сколько мне нужно держать скорость. И я, в принципе, должен ее по спидометру держать. Так вот, она постепенно повышается у меня там. Да, уже 50 можно ехать. Так, хорошо, хорошо. Снижайте скорость. Блядь, да сколько можно? А, ну у меня сейчас, по сути, будет остановка. В городе Южном. Все, я остановился. Мне написали, ожидайте. И, в принципе, сейчас мы поедем с вами дальше. О, мне пришла зарплата. 2000. То есть, за одну станцию платят 2000. Тут еще такой звук рельс пиздаты. Прям как, знаете, как будто в жизни едешь в поезде. Вот ставьте лайк, кто хоть раз в жизни из вас ездил на поезде. Мне кажется, таких просто куча-куча народу. И этот звук просто незабываемый. Особенно, когда ты ночью спишь и слышишь звук вот этих вот рельс, как бьется. И следующая станция у нас Арзамас. 2000 метров нам нужно проехать. Так, ну по сути, я объехал всю карту. И сейчас вернулся снова в Южный, откуда и начинал. И, по идее, за этот круг я заработаю 12 тысяч. На этот путь у меня ушло минут 15. И за час, я думаю, можно здесь зарабатывать до 50 тысяч. Давайте подождем. И, наверное, завершим здесь работу. Зарплата 12 тысяч. Завершить работу? И мне дали плюс 24 тысячи. Потому что сегодня Х2 день. 24к я заработал за место 12. Это круто. То есть, если бы я отработал здесь час, я бы смог получить где-то 100 тысяч. Еще у меня сегодня в планах было купить себе квартиру. Потому что появляться на вокзале я устал. Я хочу появляться либо в своей квартире, либо в своем доме. Так, я еще сейчас решил подать объявление. То, что я куплю квартиру в городе Арзамас. Потому что это нереально просто что-то здесь свободное найти. Везде пишет, этот дом выставлен на аукцион. Я не знаю, что это значит. О, вышло мое объявление. Давайте посмотрим. Так, мне кто-то звонит. Давайте примем. Привет, братик. Кто снимаешь? Да. Я твой промо выводил. Красавчик, братан. Только я хату покупаю. А вот он прибежал. Кто-нибудь еще от квартиры 600к? Я. Го. Ну, погнали. Нифига себе, быстро. А я думал, он загасился. Это дороговато, скорее всего. Потому что я видел, что в Южном продают за 600к. А я покупаю в Арзамасе. Но Арзамас тоже город неплохой. Поэтому я готов отдать сейчас эти 600 тысяч ему. Вот, походу, его подъезд. Припаркован гелик. Порш. Нифига себе, нормально. Так, заходим. Так, второй этаж. Сейчас я с бонуса еще заберу несколько тысяч. Все, забрал. По идее, мне теперь должно хватить. Вот эта квартира. 400 тысяч у него госцена. Давайте сюда зайдем. Ну, в принципе, не так, которую я уже и видел. Секунду. Окей. Давай, походу, он со шкафа что-то хочет вытащить. Ну, ладно, мы подождем. Такая вот советская квартира прикольненькая. Туалет, ванна есть. Сральник все есть. В общем, все четко. Даже кухня есть. О, он достал валыну. Нифига себе, он опасный гангстер, походу, был на районе. Так, все, покупаем. Спасибо. Окей, все, давайте зайдем уже в свою квартиру. Можете меня поздравить, пацаны. Моя первая квартира на Радмир Ролеплей. Ой, а тут, походу, надо улучшение, да? Чтобы шкаф иметь. Я понял. Короче, это, скорее всего, последняя серия жизни бомжа в России. Будет какая-то новая рубрика. Вот, поэтому я сниму сейчас все деньги за приглашенных игроков, которые только есть. Посмотрим, сколько у меня как раз-таки станет бабок. Всем спасибо, кто вводил мой ник. Возможно, в дальнейшем я буду эти рефералки вам отдавать. Помимо промокода вы еще будете получать 70 тысяч. Не знаю, просто кучу-кучу денег забираю я. А нет, еще осталось совсем чуть-чуть. Но у меня уже есть миллион с лишним. Это просто офигеть. Все, все деньги я забрал, у меня получилось 2 миллиона 361. И теперь давайте пропишем home. Дом оплачен на 18 дней. Это просто круто, мне оплачивать уже не надо. Улучшить дом. Давайте. Автоматические двери поставим за 8 тысяч. Домашняя аптечка. По-любому нужна. Совместное проживание. Дальше. Оформление субсидии. Чисто мод адванса, пацаны. Шкаф для вещей. Все. Весь дом я улучшил. Теперь давайте напишем make story. И разместим шкаф здесь. Все. Отлично. Теперь я могу им пользоваться. И тут есть одежда. Как ее одеть? Офигеть. Нифига себе. Поднялись, пацаны. Поднялись. В шкафу был скин. Вне серии я уже припаркую сюда свою тачку. И уже наконец-таки буду появляться у себя дома. Садиться в свою машину. И ехать по своим делам. К сожалению, на этом я уже буду с вами прощаться. Если вам понравилась эта серия. И вы хотите продолжения. Или же просто новую рубрику. То прямо сейчас нажмите на лайк. Так же, если вы не подписаны на мой канал. Обязательно подпишитесь. И установите колокольчик. Чтобы вам приходили уведомления. Когда у меня выходят новые видосики. С вами был Эрнесто. Всем большое спасибо за просмотр. Всех обнял. До скорых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok